Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у нас автомобиль Mitsubishi ASX 2013 года выпуска с двигателем 1.8. Автомат, передний привод. На этом автомобиле мы сегодня заменим охлаждающую жидкость, антифриз. Поднимаем автомобиль, сливаем антифриз с блока и сливаем антифриз с радиатора. Пока автомобиль не подняли, открываем пробку радиатора. Кронстен не прикручен, сейчас мы его прикрутим. Надо снять вот эту накладку. Сниму накладку. Здесь клипсы. Здесь клипсы. Смотрите продолжение в следующей части. Он у нас спереди тоже на клипсах сидит. Вот так приподниму и выведу сюда бронштейн. Бонштейн. Почему-то он не прикручен. Сейчас подберу болтик и закрутим. Подобрал болт от суппорта, от какого-то крепления суппорта с герметиком. Смотрите продолжение в следующей части. И ставим на место клипсы. Все, теперь открываем пробочку. И поднимаем автомобиль. Поднял автомобиль. Здесь у нас есть небольшие осложнения в виде крепления вот этой трубы. Здесь резали, что-то не дорезали. Ну, пробуем. Снимаем вот эти клипсы. Я их предварительно ослабил. Крепление нижнего фартука, нижнего пыльника, скажем так. Сейчас посмотрим, если у нас не получится ее вытащить, тогда мы открутим крепление и опустим. Потому что кран радиатора у нас находится вот с этой стороны. Нет, здесь у нее разрезали. Но устанавливали ее неаккуратно, поэтому вот здесь получилась вот такая соска висит. Посмотрю, может быть, переделаю потом. Так, если у нас посмотреть вот отсюда, над кронштейном, у нас кран. Так, а бежать, наверное, будет через этот носик. Сейчас попробую немножко ослабить. Да, побежала. Сливаем. Сбежала с радиатора вот столько. Закручиваем на место пробочку и снимаем шланг. Там еще какие-то остатки капают. Это уже незначительно. Заправляем на место пыльник. Заправляем на место пыльник. И устанавливаем на место клипсы. Вон, на блоке видно пробочку. Через нее сейчас сливаем антифриз с блока. Снизу поставил тазик. Головка на 14. ДИНАМИСКАЯ СИГНА Если бы, конечно, был краник, как на Тойотах, было бы удобней. Хотя на Тойотах тоже не на всех краник есть. Ну, здесь и немного сливается антифриза. Пробочка с колечком. Антифриз слился. Теперь берем на место, закручиваем. КОНЕЦ все антифриз мы слили берем опускаем автомобиль и заливаем новый новый антифриз мы будем заливать агу зеленый номер его каталожный идет ага 049 это 5 литровый банк ага 05 ага вещество и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Сюда заливаем в расширительный бачок. Продолжение следует... Все, в бачке тоже по верхний уровень залил. В пятерке у нас осталось вот столько. Поэтому 5 литров на замену антифриза хватает. Сейчас заводим, прогреваем, во всех режимах прогоняем. Ну, в смысле, как во всех режимах. Просто прогреваем до рабочей температуры. Смотрим, какая температура. И после этого, когда остынет, проверим еще уровень. Ну, бачок уже должен ее подкорректировать. На этом все. Охлаждающую жидкость мы заменили. Всего вам доброго.